привет программист 1с с вами замф илья сегодня в уроке мы разработаем gvt аутентификацию она нам понадобится при разработке фронт-энда на next.js добавим функцию api для получения данных аутентифицированного пользователя грубо говоря профиль пользователя будем получать и проведем небольшой рефакторинг кода ссылка на полный курс в описании и в подсказках видео а в следующем уроке мы начнем разрабатывать фронт-энд на next.js напишем вход в защищенную часть сайта а также вывод прайса с погинации в общем доступе и чтобы помочь в развитии канала делитесь этим видео с друзьями коллегами или просто ставьте лайки и пишите ваши вопросы в комментариях а мы приступаем так давайте приступим у нас открыт наш проект и нам надо перейти терминал здесь мы будем писать команду убеждаемся что мы опять же у нас активированы виртуальное окружение и мы находимся в нашей папке нашего проекта lk теперь у меня открытый сейчас браузере сайт открыт где у нас библиотека simple gvt эту библиотеку нам рекомендуют разработчики джанго ее как раз мы и будем использовать она совместима со всеми современными версиями фреймворка и вот давайте по шагам все проделаем так нам надо выполнить вот эту вот команду копируем идем в терминал вставляем и выполняем эту команду все у нас необходимые библиотеки были установлены давайте сразу же добавим наш файл зависимости для этого пишем название нашего файла зависимости все у нас зависимости добавились теперь нам необходимо будет вносить изменения в настройки нашего проекта открываем папочку lk корень нашей скажем так конфигурация открываем settings терминал я пока закрываю смотрим нам надо добавить настройку rest framework default authentication класс на прошлом занятии мы уже добавляли поэтому копируем просто вот эту строку и добавляем еще один класс с помощью которого будет выполняться аутентификация находим rest framework где файл default authentication класс и вставляем еще один класс с помощью которого будет выполняться аутентификация это gvt аутентификация далее нам необходимо теперь наш главный url с маршрутами добавить маршруты для получения и обновления токен открываем наш файл urls.py вот этот наш самый главный urls здесь где у нас админка и мы подключали маршрут из нашего файла users из нашего приложения users давайте здесь скопируем необходимые классы класса мы вставили и теперь url patterns добавляем две строки после того как мы произвели эти настройки нам необходимо установить simple gvt в инсталле тапс копирую иду наверх в настройки все тинки настройках открываю инсталле тапс и здесь внизу добавляю новое приложение и так давайте проверим у нас должно мы должны выполнить пост запрос для получения токена вот поэтому маршруту api токи открываю программу пост вам вот к этому маршруту обращаюсь выполняю пост запрос теле запроса передаю имя нашего пользователя и его пароль который пользователем уже ранее добавили из 1с то есть он будет авторизоваться передавать им своим пользователем и пароль выполняем пост запрос и получаем два токена 1 refresh токен и access токи у нас поскольку токены живут определенное время для запросов нам надо будет выполнять access токен для потом обновления токена нам нужно будет refresh токен чтобы проверить как у нас пользователь получает теперь данные с помощью токенов давайте создадим новый маршрут отдающий данные профили конкретного аутентифицированного пользователя перед этим немного изменим обращение к модели пользователя который мы создали ранее и сделаем ее более универсальный для этого открываем наше приложение users открываем здесь файл view здесь мы импортировали напрямую модель пользователя сейчас мы будем это делать немножко по-другому из джанга country out мы импортируем метод get user модул удаляем импорт нашей модели здесь где у нас query set мы исправляем на называем наш метод который вернет нам модель и выбираем также все данные также я здесь из-за rest фреймворка импортируют exception и они нам пригодятся сейчас для того чтобы обрабатывать возможные ошибки создам еще один глаз наследоваться мы также будем вот view set только здесь мы возьмем ряд он не модул висит то есть здесь мы будем возвращать только данные для чтения для в качестве сериализатора я укажу пока не существующий сяли за сериализатор профайл кастом юзер сериалайзер он нам подчеркивается пока красным permission класс пропишем только для аутентифицированных пользователей теперь давайте перейдем к созданию сериализатора откроем в этой же папке сериалайзер прокручиваем вниз создаем новый класс профайл кустом стара кастом сериалайзер импортируем также наследуемся на основании класса модул с реалайзер здесь мы будем указывать наш мета класс прописываем модель давайте импортируем сериализаторах также вот она у нас автоматически импортировалась кастом юзер также мы отсюда удалим get и юзер модул прописываем вот здесь здесь мы прописали теперь опишем какие поля будет возвращать наш реализатор возвращать будет юзерный full name и статус возвращаемся во вью импортируем наш сериализатор все теперь здесь у нас вот написано описано к варисет где описано что мы получаем все объекты и работаем с ними здесь мы этого не описываем поскольку нам создавать не надо нам нужно только на get запроса отдавать данные профили конкретного пользователя для этого в нашем классе опишем метод get query set это уже мы переопределяем метод то есть и когда мы его определяем у нас будет браться не вот этот какой-то query set которым описали раньше а тот который мы вернем и сформируя сами вручную для начала проверим что у нас запросе присутствует пользователь то есть у нас прошел аутентификацию и теперь у нас request должен содержать модель нашего пользователя если пользователь у нас есть мы обращаемся к модели пользователя и получаем пользователя по идентификатору get user model object фильтруем и кей это параметр и идентификатор нашего пользователя в базе можно написать айди можно написать пикей обращаемся теперь нашему пользователю которая присутствует в запросе и берем и кей у него его айдишник тот уид который мы передали из 1с ищем его по этому уникальному идентификатору описываем возврат ошибки в случае если наш пользователь не был как бы какой-либо причине найти если пользователь у нас нам до сих пор вызываем ошибку и пишем название наши ошибки пользователь не найден противном случае если у нас пользователь был найден мы его просто возвращаем вот такой вот qr reset с фильтрацией мы сформировали можно было указать опять же доступ ко всем здесь у нас конкретно мы должны вернуть конкретного пользователя который аутентифицировался и обращается к определенному маршруту теперь этот маршрут нам надо добавить для выполнения запроса закрываем you идем улс и регистрируем тот новый маршрут я копирую прошлый маршрут теперь у нас не users а конкретный юзер то есть аутентифицированный пользователь обращаясь к этому маршруту получат свои данные своего профиля и здесь прописываем профайл кастом views от принципе все можно проверять только немножко еще изменим здесь у нас теперь больше одного в усе ты и нам надо прописать боясные это у нас первое будет users а второй юзер перезапускаем наше приложение так давайте обратимся к осману возьмем наш аксесс токен и выполним запрос для получения данных обращаемся api v1 user в качестве авторизации я указываю вера в токен здесь я указываю токен и выполняю запрос как видите написано что данный токен недействителен и теперь мы имея наш рефреш токен то есть у нас истекло время нашего токена сейчас мы это дело настроим у нас есть еще один адрес api токен рефреш вот обращаясь к этому адресу мы в теле запроса должны передать рефреш указываем наш токен формате json и получаем наш новый аксесс токен который у нас теперь опять действительный где-то его там храним и давайте попробуем получить опять данные нашего пользователя выполняем запрос все мы получили имя пользователя full name получили и его статус от компании принципе здесь вы можете теперь получать более детальные записи потом по курсу когда мы будем дальше уже разрабатывать мы будем здесь получать расширим количество возвращаемых параметров и уже пользователь будет понимать какие данные у него допустим заполнены какие данные у нас в базе отсутствует теперь как нам отрегулировать вот это вот время живучести наших токенов может мы хотим чтобы нас каждую минуту токен приходилось обновлять но это в принципе не так нужно к раз минуту обновлять идем в настройки и смотрим здесь нам надо джанга project с этим . пай для начала импортировать тайм дельта делаем это согласно инструкция идем в наши настройки нашего проекта самом верху где у нас импорты добавляем импорт тайм дельта и можем вот отсюда вот скопировать вот такой вот конфигурационный объект окручиваем вниз наших настроек здесь очень много настроек в документации написаны для чего все эти настройки нужны меня сейчас в данный момент интересует только где настройки все остальное я удалю и вот здесь у нас прописано что рефреш токен у нас здесь в течение одного дня давать в течение 7 дней он будет у нас действовать потом придется выполнять опять повторный запрос с именем пользователя и паролем и аксесс токен лайфтайм у нас стоит пять минут давайте поставим 60 минут после перезапуска проекта он сам автоматически перезапустится у нас эти настройки вступят в силу и теперь у нас access токен будет действовать в течение часа раз в час допустим как с битриксом его надо будет обновлять и рефреш токен у нас будет действовать семь дней и только через семь дней нужно будет его повторно получать самым нашим первоначальным запросам на этом это занятие завершено на следующем занятии мы уже начнем делать наш фронт-энд на наx.js я раньше делала аутентификацию полностью все с нуля мы там все сами хранили в этот раз мы будем использовать уже готовую библиотеку которую в нахсе в документации предлагают использовать там будет все значительно проще мы подключим и много вещей которые по обновлению токенов по их хранению этим будет заниматься уже сам модуль мы этим заморачиваться не будем мы просто уже будем обращаться готовым переменам и понимать аутентифицирован пользователь или нет если он не аутентифицирован у нас будет автоматически все это дело обновляться так подписывайтесь на канал ставьте лайки если было полезно это видео и обязательно приходите уже на полный курс записывайтесь он будет уже совсем скоро всем удачи пока